Комиссия по делам несовершеннолетних при городской администрации возобновила работу в новом составе. Больше года заседания не проводились, хотя работа в этом направлении не прекращалась ни на один день. Основной упор сотрудники управления по делам несовершеннолетних делали на мероприятия профилактического характера, которые проводились совместно с инспекторами УВД города Цхинвал. Профилактические беседы проводятся во всех учебных заведениях столицы. На заседании рассмотрели десятки дел о правонарушениях, которые были совершены подростками. Зачастую они находятся в нетрезвом состоянии, используют нецензурную лексику, хулиганят в школе и мешают образовательному процессу и не только. Комиссия отвечает даже за такие проступки, как курение электронных сигарет, мы готовы к этому. Но мне кажется, самое страшное, это то, что у наших подростков всегда в руках телефон. Все, что можно и не можно, они снимают, а потом непонятно, что у него случится в голове, какой у него протест может быть, и он все это выставляет потом в интернет. Члены комиссии проводят с такими детьми разъяснительные беседы. Если ситуация повторяется, их уже ставят на особый контроль. Очень много проступков, из-за которых страдает школа, страдают учителя, страдают соседи даже, может быть, и страдают одноклассники. То вызова водира из этого ученика на заседание комиссии, на мой взгляд, и поговорив, поняв, психолог может свою версию выдать, почему у него такое поведение. Мы потом решаем с комиссией, ставить его на учет или нет. То есть это абсолютное голосование большинству. Но обязательно предупреждаем, что повтор этого проступка, еще худшего, это уже постановка на учет. Для многих подростков постановка на учет – это тоже своего рода игра. Они не понимают, что это в будущем их характеристика. Они же куда-то будут собираться поступать, они в конце до концов могут куда-то пойти работать. В конце до концов это имидж в обществе, а город у нас маленький. И все же главной проблемой являются социально неблагополучные семьи. Управление по делам несовершеннолетних городской администрации проводит каждодневную работу с ними. Однако это носит лишь профилактический характер. С семьями у нас в основном идет работа чисто профилактическая. Хотя мы их вызываем, работаем, следим за тем, как они слушают, слышат нас или нет. Ну, взрослые люди с ними сложнее. На сегодняшний день на учете более 30 неблагополучных семей. В основном в этих семьях родители увлекаются спиртными напитками. Когда ребенок приходит домой и застает такую картину, он больше времени проводит на улице. Следовательно, у таких подростков больше шансов попасть под дурное влияние. Между тем, по словам главы комиссии по делам несовершеннолетних Жанны Лулаевой, оступиться может любой подросток. Нередко хулиганят и дети из вполне благополучных семей. И как бы ни старались родители, инспектора и педагоги, иногда не получается уберечь ребенка от правонарушений. Ну, может быть, абсолютно неблагополучная семья, ну, такой ребенок, который ходит и понимает, что в семье у него не все хорошо, нет материального достатка, нет даже элементарной крыши нормальной над головой, да, и он понимает, и такие дети есть, он понимает, что ему надо учиться, чтобы выбраться, может, из этой ямы. А есть ребенок, у которого все есть, и исходя из того, что ему скучно, что у него все есть, ему не о чем думать, он может такое натворить, что иногда удивляешься, зачем. Ну, это все проблемы психики, на это нам не нужен был психолог, я очень рада, еще раз повторяю, что Индира Малитоновна с нами. Никакая школа не может заменить воспитание в семье. Именно в семье должно вестись формирование личности. За детей в первую очередь ответственны родители, а потом инспектора и школа. Родители взвалили проблему детей на школу. И если проблема уже вытекает за стены школы, то взвалили его на инспекторов ГОВД, которые потом, главное, перетекают на работу комиссии. Но я так понимаю, что очень часто, в большинстве случаев, родитель не ставит эту проблему перед собой и не считает себя виновным. Вот я бы хотела обратиться ко всем родителям и благополучных семей, и неблагополучных семей. Мы рядом, и школа помогает, и ГОВД, и инспектора помогают, и комиссия вам будет помогать. Но начинать надо с себя. Лена Газаева, Зарина Кочева, Геннадий Мамитов. Информационный выпуск. Сегодня.